Короче, без вас мы просто бухали бы и трахались, а тут нас ещё снимают. Теперь мы бухаем и трахаемся на камеру. Это рок. Я говорил, что теперь будет в плене Латвии. Я говорю, что это опять я вас люблю. Сейчас я бухаю, но я в Латвии это верю врезвый, так что это всё ещё правда. Мы буквально несколько лет назад играли на улице под дождём. Вот просто как обычные музыканты, даже не обычные, а просто как уличные ребята, играли на улице под дождём. И потом, спустя несколько лет, мы понимаем, что мы стоим на самой большой сцене в Прибалтике, где вот сейчас 15 тысяч человек ждут, чтобы мы сыграли перед One Republic. ДИСАПЕРING MOSTLY IN THE EYES OF COMING PASSERS BY AND THE BOAT THAT'S ROCKING ON THE WAVES MY KING ALL THE BIRDS THAT WERE FLYING BY SHE SAID Когда ты занимаешься музыкой, политика должна оставаться где-то на твоих личных убеждениях, да? То есть ты можешь думать, что ты хочешь. И я уверен, причём, что есть группы, которые полностью думают заодно, да? Вот официальное лицо группы говорит «мы заодно», но каждый отдельный член думает по-разному. When you come home again You know nothing will stop me From seeing my long time friends У нас был таллиннский рок-клуб, но были ещё молодёжные группы, которые играли на русском, на английском, но это была русская звёжуха в основном, из русских школ, ребята. И так мы музыканты, таллиннские русскоязычные музыканты, по идее... Ну, таллинн – город маленький, да? все друг друга знают. Петя играл в группе... Не-не-не, слушай, 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 история... Если бы я хотел бы что-то донести до наших потомков, то хотелось бы, конечно, рассказать им, в каком прекрасном мире я жил, где везде мир, где везде классно только музыка, все веселятся, все тусуются, где нет бедных. Но, к сожалению, я не знаю, как будет в будущем, но я бы сказал, что сейчас в наше время происходит просто трэш. Ну, действительно, в Эстонии только 1.3 миллиона людей, и из этих людей еще меньше людей, которые готовы ходить на концерты, зажигать, строить что-то вместе. Мы с ребятами ездили выступать в Германию, и мы думали попробовать, может быть, сначала на месяцок, поехать там потурить, пожить. Вот мы ездили опять по Прибалтике в трех странах, и тоже было такое ощущение, что эстонская публика была наименее теплая. А самое теплое всегда в Латыши почему-то. Многие даже удивляют, что мы с Тонской группой, да? На сцене нет такие какие-то западные ребята, потом спускаются там, типа, Федя, типа, Эдик, привет! И это очень сближает. Да, да, да. Не так много русскоязычных музыкантов пеют музыку, как мы, по крайней мере, я об этом не так много групп знаю. И тут они как бы пришли, и мы пришли как бы в их страну, к ним в гости. И то, что мы говорим по-русски, это нас так очень, еще больше связано. Окей, shall we begin? Я учился в Финляндии. Я потом пришел, приехал из Финляндии, пошел в армию. После армии я пошел в музыкальное училище Георготса. Я служил военной полиции, встречаем политиков, у нас какой-то саммит был. Справа от меня президент Эстонии сразу же, и Макрон, президент Франции. Да, у меня родители это распечатали, в рамку поставили. Я иногда, когда какие-то новости или что-то читаю, что происходит в мире, я это переношу просто по всему телу. И страх, это в первую очередь страх. Ну, якобы, да, я держал оружие в руках, и я знаю, насколько оно может быть эффективным. Боюсь, как пострадать и так же причинить боль. В конце дня каждый раз надо чистить кофемашину. Вот. А еще надо полотенца закидывать в стиралку. А ты откуда вообще? Я с Украины. В смысле? Ты после начала войны переехал? Да, два месяца войны было, и я переехал сюда. А ты откуда из Украины? С Мелитополя. Наш город захватили на то время. То есть, получается, я уже не с Украины уезжал, я уже выезжал, получается, с самой России. То, что захватили, там были российские военные. Ну, я не мог даже, по идее, на фронт поехать. Мы пытались как-то уехать вглубь Украины один раз, но автобус перевозил, его просто расстреливали там или какие-то такие штуки были. Ну, были жесткие проверки, там проверяли все, да, одежды, рукава, раздевали, проверяли татуировки, документы все, допрашивали. Давай послушаем. Это уже мастер-вариант? Да, это вот то, что мы послали на стилал. Большая часть публики у вас это русскоговорящие люди, а тут эстонцы стояли и качались под вашей песней, когда вы больше пошли в такую более роковую сторону. Мы когда еще играли на улице, мы смотрели, в каких песнях люди уходят и вообще сваливают, а в каких местах они собираются. Я понимаю, что мир такой, что тик-ток, все-все, там нужно пару секунд, чтобы человек уже зацепило. У нас, наоборот, с Федором такая, с вокалистом такая проблема, не то, что проблема, а вот такой приятный конфликт получается, то, что он хочет идти писать такие баллады мягкие, да, вот, такой поэт под гитару, да, а я, наоборот, хочу, чтобы вот такой стадионный урок играть. Вот сейчас мы стараемся искать компромиссы, они не всегда выходят. О, блин, давай еще раз, что-то не то. Это про ветер вначале. Да, 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 это про ветер, извини. Давай, давай, сори. Обосрался. Сегодня пресс я сделал. Красавчик. Хороший. И бицепс. А я позавчера бицепс сделал. Почему мы вообще с этих песен начинаем? Не, ну потому что мы хотим выйти, зарядить энергией, сразу дать леща, и чтобы все танцевали и двигались. Даниэль, к доске. Фредди, тогда дейфер стой, потом Мария, Фандю, Олландзю, Апачи, Сонг 2, Дуан Дэнс. И если на разогревчик, то мистер Бэп бросает. Все готовы? Е-бой. Звучит музыка. 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 Это было худшее барбекю моей жизни. Знаете почему? Там не было мяса. Это было веганское. Мы крути, жили в веганском доме. На самом деле я показывал и звёзды. Не-не-не. По версии Дэна, все зашли в магазин за мартинцами, вышли с девушкой и татухой. Да-да-да, пошли на концерт. То есть ты съездил на фестиваль в Германию и привел с ещё одного участника коллектива? Да-да-да. Она следующего поколения обзращивается. Это рок-н-ролл. Будешь дядей. Да, это профессия такая. Но это книги. А, книги? О, это красиво. Вы можете показать Хенрею, по-моему? Да. Вы показать маленького, красивого человека. О, посмотрите, он так красивый! Так что вы сегодня в Бизе-клининге? Я поставила на Хрисмас-три. Ты хочешь посмотреть? Да, конечно, показать мне Хрисмас-три. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я с университета в Англии, в Бристоле. Я начал писать докторскую по физике. Но мне так понравилось с ребятами играть на сценах. Мы как раз тем летом выступили с One Republic. Съездили в Германию на фестиваль, где свою девушку встретил. Как ты пиздишь? Я пиздю, как я чувствую. В реальной жизни ты один человек, когда ты выступаешь, ты другой. И у меня то же самое. Я в обычной жизни достаточно спокойный. Я играю в компьютер, изучаю языки, сижу, не выебываюсь. А когда я выхожу на сцену, я беру вот эту часть меня, которая задолбалась от спокойной жизни. Мы ждем на концертах любого человека. Не важно какой он национальности, какой он религии, мы его ждем. Мы его не будем осуждать. Он наш друг на концерте, мы его любим. Потому что если не музыканты будут оказывать любовь публике, то кто это будет делать? В последний год или полтора мы делаем все именно так, как идет из души. И как раз из-за этого оно начинает получаться. И папа, пошли уже по парню волнуюсь за то, что ехал. Джинсы! Да, я здесь все прогнозирую. Ну конечно же Нойс. Нойс. Сплин. Я слушаю очень много Скриптонита. Мне кажется, его первый альбом. Это лучший в русском рэпе. И это шедевр, который я могу постоянно переслушивать. Мне нравится Муми Троль. Мне постоянно говорят, что у меня на него похож голос, когда я на русском пою. Утекай, по дороге нас ждет маньяк. То, что в мире, если ты посмотришь, все время происходит одно сплошное говно. Тут вопрос в том, почему уже как бы 40 лет популярной песни про свободу, да? И про алюминиевые огурцы. Неужели ничего не поменялось? Почему это до сих пор настолько цепляет русскоязычных слушателей, что оно до сих пор находится в топе? Мы пришли с гитаркой, чтобы Федька сыграла свою классную песню. Гитара, чтобы было тремоло до косаря. До косаря. Ну, блин, ну этот сквайр, а у меня вроде есть сквайр, а вот если что-то вот повыше, да, тут цвет не нравится. Просто так вы проверили, да? Это то, что нравится девушкам. А, хорошо. Обедаем, мы в ресторане под названием «Белая ласточка». Садимся в автобус, проходим. Молодой человек, вам отдельное приглашение нужно. Поехали. 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 Чёрт ты за сон. Да не, зови на конце. Да, на 127 километров. Поставь диапазон меньше. Всё, девушка. Ладно. Ладно, ладно. Они протестили твою кровать? Она не скрипит. За первый концерт за границей. За первый концерт за границей. Уи… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не могу сказать, что это хит Нам нужны хиты, чем Когда мы собираем альбом и пить, не важно, любую компиляцию Мы не должны делать демку и сразу воспринимать эту демку как финальный продукт Мы должны собрать бассейн демок, 100 демок И из них отобрать лучшие 5 И тогда мы можем быть 100% уверены, что это были лучшие песни, которые мы можем сейчас сделать Когда Дэн хочет, чтобы был веселый, мне хочется, чтобы, возможно, было немножко помедленнее и немножко поболее подумать И это как бы наш главный камень такой преткновений, потому что вот иногда вот с этим мы с ним не сходимся Но когда ты в группе, это как, знаешь, жить в семье Типа, если ты с женой не будешь общаться нормально, то, ну что, развод? Поэтому нужно ходить в общий язык Субтитры создавал DimaTorzok О, хотелось бы выступить, наверное, как сейчас, в 23-м году выступила Тейлор Свифт со своим мировым концертом Что она собирает стадионы Такие сексуальные парни, а музыка не та, а теперь вот сошлось и картинка, и звук Around the Sun может стать всемирно известной группой Потому что мы такие, какие мы есть, мы искренние, и мы любим то, что мы делаем, и мы любим друг друга На самом-то деле Знаешь, когда ты отвечаешь на вопрос, что ожидает нашу страну в будущем, и ты говоришь все, что угодно, кроме этого На ответ, вот, мне хочется сказать пару слов, все послушают и скажут, вау, это так глубоко, но не про политику Хорошо, спасибо, это было «Аранда Сем» Тарту – это замечательная город, спасибо Спасибо! Спасибо! Игорь Негода Игорь Негода Продолжение следует...